Ребят, привет, с вами как всегда Джамбо Макс и у нас сегодня радостные новости. Существование Xbox Series S подтверждено. Можем порадоваться за это. Перед началом видеоролика предлагаю вам поражать жирный лайк, если вы рады этому событию, ну и если вам не сложно, то подпишитесь на канал с целью его поддержки. И да, если под этим видеороликом наберется 3000 лайков, я на самом деле даже уверен, что вы хизи наберете, то в одном из следующих видеороликов я разыграю Far Cry 5. В общем, что за подтверждение к нам пришло и что это за такая консоль Xbox Series S. Чуть ранее в сети появилось вот такое вот фото, если что, это новый контроллер. После него многие, в том числе и я, увидели в нем очень жирный намек на новую консоль под названием Xbox Series S. Поскольку Xbox Series X имеет черный цвет и черный геймпад, многие думали, что этот белый геймпад принадлежит как раз таки к консоли Xbox Series S. Но на тот момент это были всего лишь догадки, поскольку Microsoft могла бы для Xbox Series X выпустить просто новый контроллер в белом цвете. В итоге, буквально на днях, снова появляется фото данного геймпада, его коробки, появляется видео с ним. И самое интересное то, что у данного геймпада, вернее, на его коробке, есть очень интересный логотип, который просто на 99% подтверждает существование Xbox Series S. Если присмотреться на поддерживаемые платформы, то даже невооруженным взгляда можно заметить ту самую букву S, которая, в принципе, и раскрывает нам всю тайну, о которой все говорят уже как полгода. Кстати, если вы вдруг ждете Xbox Series S, то напишите в комментариях «Жду Series S». Посмотрим, сколько нас. На самом деле, у майков вообще проблемы с секретами, поскольку они не смогли сохранить тайну до этого момента. Кстати, поговорю, что данный геймпад парень приобрел в обычном магазине, но почему мы доставили именно геймпад новой версии консолей, пока неизвестно. Прежде чем я напомню, что это за консоль Xbox Series S, я хотел бы поговорить немножко о новом геймпаде. Знаете, на первый взгляд, по живому фото, он мне кажется менее красивым, чем геймпады от Xbox One, поскольку белые бампера и отсутствие вдавленной панели спереди, ну, немножко упрощает дизайн и, опять же, делает его каким-то простым. Кстати, многие, смотря на это фото, думают, что изменена форма, ну, а также нижняя часть геймпада. Но на самом деле это всего лишь так кажется, опять же, из-за верхней панели и из-за ракурса фото, который, скорее всего, это все искажает. Единственное отличие, которое было мной замечено, помимо явных отличий по типу кнопки поделиться, крестовины, стали стики. И знаете, такое ощущение, как будто они стали более плоские. Я не знаю, ухудшит ли это сцепление, но, как по мне, стики от геймпада Xbox One, они просто вышка. Также, если кто-то не знал, то в новом геймпаде должны быть пупырышки на курках, ну, для лучшего сцепления. Ну, а в остальном это, скорее всего, тот же геймпад от Xbox One, который не имеет датчиков для Kinect. Просто, если вы не знали, то на старых геймпадах, если поднести сюда камеру или вот сюда, то вы увидите датчики, которые отвечают за связь с Kinect. Просто на новых консолях не будет поддержки Kinect, и, скорее всего, в новых геймпадах их просто убрали. А вообще, если честно, несмотря на то, что геймпады мало чем отличаются, мне уже не терпится опробовать крестовину, курки, ну, а также испытать шумность кнопок, поскольку на геймпаде Xbox One они довольно-таки громкие. Также я был бы не против, если бы можно было регулировать светы вот этого вот индикатора, как на Elite-контроллере. А так, в целом, геймпад симпотный. Теперь же насчет самой консоли Xbox Series S. Если что, по слухам, прям делаю акцент на этом слове, поскольку майки наглухо молчат, известно, что эта консоль будет слабее, чем Xbox Series X. И будет сделана для бюджетного сегмента а-ля Xbox One S в мире Xbox One X. Игры те же, что и у Xbox Series X, то есть, покупая Xbox Series S, вы, скорее всего, можете быть уверены, что какой-нибудь Stalker, новый Fable, тот же Medium, без проблем, выйдут на эту консоль. Также, по слухам, говорилось, что Xbox Series S, скорее всего, получит меньше Teraflops, чем на Xbox One X. Но за счет своей архитектуры она будет показывать намного лучше результаты. Плюс эта консоль, скорее всего, будет поддерживать все графические технологии, что и Xbox Series X. Ну, скорее всего, намек на трассировку лучей. Также, по слухам, известно, что данная консоль будет выглядеть приблизительно как Xbox One X или Xbox One S, но никак не Xbox Series X. То есть, вот такой вот вариант, к сожалению, маловероятен. Хотя, все может быть. Ну и самое главное, что крутится в этой консоли, так это вкусная цена. Поскольку за счет своего немощного железа, которое будет выдавать 1080-2K в 60 FPS, из-за возможного отсутствия привода, эта консоль, возможно, будет стоить 300-400 баксов, что прям очень офигенно. Еще раз повторяю, что это слухи, слухи и еще раз слухи. И большинство из того, что я сейчас перечислил, может просто не оправдаться. Поэтому просто держите эту информацию в голове. Вообще, выйдет эта консоль на свет или нет, мы узнаем совсем скоро, скорее всего, до конца августа. По предварительным данным на презентации, хотя, может быть, не на презентации, я просто не знаю, что они готовят. Нас ждет информация о железе, об xCloud, об обратной совместимости и, скорее всего, информация как раз-таки о новой консоли Xbox Series S. Вообще, на мой взгляд, плюс существования данной консоли заключается в том, что у многих игроков, которые хотят next-gen и которые не гонятся за разрешением, у них появляется возможность приобрести себе консоль под свои параметры, а самое главное, намного дешевле, чем та же Xbox Series X. Конечно, я не уверен, что во много раз, но все же дешевле. Я лично почему-то не сомневаюсь в успехе Xbox Series S, поскольку многие хотят сэкономить и многим пофигу на разрешение. И, как по мне, таких людей в СНГ очень много, что, в принципе, играет на руку как и Microsoft, так и этим людям. Если эта консоль будет стоить около 40 тысяч, по сравнению с Xbox Series X, который, скорее всего, будет стоить 50 и выше, то это, как по мне, будет просто крутой ход от Microsoft. Лично я жду обе консоли, поскольку мне интересно сравнить их, посмотреть, что к чему, и надеюсь, что официальная информация появится очень скоро. В общем, следим за новостями и ждем официальной информации. На этом, в принципе, все. Такой вот видос. Если он вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал. Не забывай писать свое мнение в комментариях по поводу Xbox Series S. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok